всем привет в этом мастер-классе мы с вами создадим вот такие красивые и нарядные серьги если вам они понравились продолжайте смотреть этот мастер-класс для плетения одной вот такой сережки нам понадобится леска для бисероплетения диаметром 0,1 миллиметр рондели диаметром 3 на 4 миллиметра 16 штук бисер прозрачный номер 10 стеклянная бусина длиной 12 на 6 миллиметров со сквозным отверстием соединительное кольцо швенза и иголка на иголку набираем 1 метр лески на леску набираем 4 ронделя чередуем с четырьмя бисеринками теперь проходим иголочкой через все эти четыре бисеринки и 4 ронделя затягиваем нашу леску получился у нас кружок теперь делаем несколько узелков закрепляем леску маленький кусочек лески мы обрезаем он нам больше не понадобится проходим иголочкой следующую по очереди бисеринку узелок спрятался в бисеринке и его не видно на иголочку набираем 4 бисеринки пропускаем рондель и входим иголочкой в следующую бисеринку вот так бисеринки обхватили наш рондель далее снова набираем 4 прозрачные бисеринки и входим в следующую по очереди бисерину таким образом мы проходим до самого конца нашего плетения и в последнюю бисеринку между ронделями вот так у нас получилось мы бисеринками полностью обплели рондель и леска у нас сейчас выходит правильно она выходит из бисеринки которая расположена между ронделей теперь мы на иголочку набираем 1 рондель и бисеринку мы пропускаем бисеринку входим иголочкой в рондель и возвращаемся в эту же бисеринку из которой у нас сейчас выходит леска только с другой стороны вот у нас сейчас выходит леска слева а мы сейчас входим иголочкой справа хорошенько подтягивая нашу леску и вот так у нас с вами получилось далее эти бисеринки 4 которые мы только что добавляли мы проходим через три бисерины вот так набираем две прозрачные бисеринки как бы возвращаемся назад и входим через две средние бисеринки из четырех которые мы набирали и затягиваем колечко вот так у нас с вами получилось далее нам нужно вывести иголочку в среднюю бисеринку между ронделями поэтому мы проходим через две последующие бисерины когда леска снова выходит из бисеринки между ронделями мы набираем на иголочку рондель и бисеринку пропускаем бисеринку входим в рондель и входим в эту же бисеринку по серединке между ронделями только с правой стороны как я только что вам показывала далее у нас плетение аналогичное выводим через три последующие бисеринки набираем две прозрачные бисеринки и входим через две бисеринки как бы немножко возвращаемся назад чтобы у нас сформировался кружочек из лески и делаем вот такие выступающие бисеринки далее в бисеринку между ронделями набираем рондель бисеринку проходим в рондель и с правой стороны в эту же бисерину вот так далее по трем бисеринкам набираем две прозрачные и входим в две средние бисеринки среднюю бисеринку между ронделями набираем рондель бисеринка проходим в рондель и с правой стороны в бисерину далее через три бисеринки и две бисеринки прозрачные через две средние завершили наш круг из рондель и бисеринок вот такие выступающие части мы сделали далее мы проходим в последующую бисеринку между ронделями выводим иголочку в рондель и в бисеринку теперь набираем три бисеринки и входим с другой стороны чтобы тоже у нас образовался как бы круг из лески делаем такой крестик из бисеринок на верхушках этих ронделей далее набираем одну бисеринку рондель и проходим вот эти выступающие две бисеринки которые мы сделали хорошенько подтягиваем леску от двух бисеринок набираем рондель бисеринку и входим вот эту верхушечку бисеринки теперь на этой верхушке нам нужно сделать снова крестик поэтому мы набираем три бисеринки и входим в эту же бисеринку с обратной стороны делаем крестик из бисеринок вот он когда у нас сформировался крестик мы набираем одну бисеринку рондель и входим вот эти выступающие две бисеринки которые мы делали вот что у нас получается набираем рондель бисеринка и входим в верхушку бисеринку теперь нам снова нужно сделать вот здесь крестик поэтому мы набираем три бисеринки и входим снова в эту же верхушку набираем бисеринка рондель и входим в выступающие две бисеринки вот так рондель бисеринка и входим в выступающую бисерину три прозрачные бисеринки и снова входим в выступающую бисеринку с обратной стороны делаем крестик из бисеринок набираем одну бисеринку рондель и входим в выступающие две бисерины мы прошли уже практически до самого конца набираем рондель бисеринка и входим вот эту бисерину в верхушку вот смотрите что у нас с вами получилось выводим иголочку вот сюда в верхнюю бисеринку поэтому мы проходим по последующим двум бисеринкам вот так теперь леска выходит из вот этой выступающей бисеринки набираем стеклянную бусину и бисеринку опускаем все до самого конца пропускаем бисеринку и входим в эту бусину большую вот видите леска у нас сейчас выходит с левой стороны а мы входим в правую сторону в бисеринку вот так и затягиваем хорошенько подтягиваем здесь я пройдусь несколько раз выведу опять в большую бусину потому что бусинка тяжелая чтобы леска не порвалась я хочу здесь пройтись несколько раз в бисеринку обратно в бусинку и снова с правой стороны в бисеринку здесь рекомендую сильно леску не затягивать она вот эта бусинка должна свободно держаться не быть натянутая далее я прохожу по бисеринкам и ронделям вот этой верхней бисеринки по бисеринкам и ронделям здесь нам нужно закрепить швензу поэтому мы просто проходим по последующим бисеринам и ронделям и выводим вот так все лесочка теперь у нас выходит из вот этой верхней центральной бисеринки на соединительное кольцо набираем швензу и закрываем это колечко очень хорошо закрываем колечко чтобы не было вот здесь между соединением и дырочки потому что мы будем закреплять леску чтобы эта леска не прошла вот здесь между соединениями набираем сюда соединительное кольцо с швензой и теперь проходим снова в бисеринку в эту же затем я делаю несколько раз прохожу в кольцо соединительное и в бисеринку и таким образом я делаю несколько витков для того чтобы леска хорошо держалась проходим далее по бисеринам хорошенько-хорошенько подтягиваем лесочку чтобы вот здесь на соединительном кольце плотно она прижалась к колечку захватываем леску между бисеринками проходим несколько раз иголочкой колечко и таким образом мы делаем несколько узелков проходим далее по бисеринкам все в принципе у нас сережка уже сплетена но у нас уже еще осталась леска я вам рекомендую для того чтобы изделие было немножко прочнее пройтись вот здесь по верху затем на следующем круге вот здесь вот пройтись по этим четырем бисеринкам затем вывести иголку в середину и пройтись вот здесь если вы будете брать леску плотнее чем 0,1 миллиметр то возможно вам этого делать не понадобится поскольку я взяла очень мягкую леску то нужно вот здесь вот так пройтись чтобы видите бисеринки так не торчали как вот здесь и так прошла несколько раз захватываем леску между бисеринками входим несколько раз в колечко из лески и затягиваем ее делаем так еще один раз леска хорошо закреплена мы ее обрезаем небольшой кончик который остался мы поджигаем и вот такая шикарная сережка у нас с вами получилась точно таким же образом делаем и вторую пару и для примера можно сделать себе вот такой комплект также есть вот такой браслетик в нем используются золотые бисеринки но бисеринки можно в принципе взять и прозрачные и будет у вас вот такой классный комплект как сделать такой браслет и такое ожерелье смотрите в конце видео в живых окошках или просто заходите на мой канал бисеромания смотрите в укладке видео ссылки на материалы которые я использовала для создания таких сережек можете найти внизу под видео в описании если вам понравились эти серьги обязательно поставьте мне лайк подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями я желаю вам удачи и хорошего настроения пока пока